Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение работы приват-доцента Сергея Алексеевича Суханова, ассистента Московской психиатрической клиники при Московском императорском университете. Работа называется «Семиотика и диагностика душевных болезней в связи с уходом за больными и лечением их». Книга вторая. В книге второй описываются три кардинальных душевных расстройства. Корсаковский психоз, навязчивые психические состояния и циркулярный психоз или биполярное фиктивное расстройство. Работа напечатана в Москве в 1905 году. Итак, глава 11. Зачитываю краткое содержание этой главы. Физические симптомы при конституции идиообсессива. Составление анамнеза субъективного при психопатии идиообсессива и при психозис идиообсессива объективного и субъективного. Частота наследственности туберкулезной и гомогенной при конституции идиообсессива. Расположение к меланхолическому настроению и к заболеванию меланхолией. Меланхолия с резко выраженными навязчивыми состояниями. Дифференциальная диагностика между нею и психопатия и психозис идиообсессива. Комбинированные случаи, симптоматические навязчивые состояния при истерической конституции. Дифференциальная диагностика между ними и психопатия и психозис идиообсессива. Истеродные явления при эссенциальных навязчивых мыслях. Синдром навязчивых психических состояниях при первичном юношеском слабоумии. Шизофрении. Дифференциальная диагностика между последним, то есть шизофренией и психопатия и психозис идиообсессива. Отдельные навязчивые психические процессы при первичном юношеском слабоумии, при хроническом бреде и прогрессивном параличе помешанных. Отношение эссенциальных навязчивых состояний к импульсивным поступкам. О том, на что обращать внимание при разговоре с больными, страдающими психопатия и психозис идиообсессива, их наблюдательность и привычка к внутреннему самонаблюдению. Значение психической терапии, психическая ортопедия, водолечения, теплые ванны при дурном настроении, обливание или обтирание, купание, физический труд, фармацептические средства. Страница 125-144. Итак, глава одиннадцатая. Физические симптомы при конституции идиообсессива. Сделав описание психических признаков той нервно-психической организации, которой мы обозначаем термином «конституция идиообсессива», которая выражается в форме тревожно-мнительного характера, в форме психопатии и психоза, переходим теперь к рассмотрению физических симптомов, сопровождающих эту своеобразную прирожденную конституцию. Начнем с органа кровообращения, который отличается у индивидуумов, сюда относящихся большой подвижностью. Здесь часто наблюдается легкое наступление покраснения и столь же быстрый отлив крови от головы, что вызывает последующее побледнение в лице. Деятельность сердца наклона учащаться, так что получается картина сердцебиения. Периферические сосуды отличаются способностью приходить легко и быстро в спастическое состояние, при этом кисти и стопы делаются холодными и вместе с тем влажными. Что касается органов дыхания, то надо заметить, что при конституции идиообсессива субъект часто страдает насморками, и слизистая оболочка его носа весьма чувствительна к химическим и механическим раздражениям. Кроме того, у него наблюдается наклонность к заболеванию глотки, которая находится часто вообще и, помимо этого, в состоянии гиперэстезии. Так что исследование этого органа для данного индивидуума крайне неприятно. При усилении внутреннего волнения у него появляются позывы на кашель. Иногда этот последний довольно силен и сопровождается работными движениями. Аппетит подвержен в некоторых случаях также большим колебаниям. Если субъект чувствует себя хорошо, если он спокоен, если внутренняя тревога у него невелика, то аппетит хороший. Неприятные впечатления иногда настолько действуют угнетающим образом на аппетит, что он может на короткое время даже и совсем исчезнуть. При конституции идиообсессива отмечается изменение со стороны полового аппарата. У мужчин наблюдается половая раздражительность, наклонность к полюциям в юношеском возрасте, к мастурбации. У женщин в этих случаях встречается заболевание в форме эндометритов, наклонность к кровотечениям в климактерическом периоде. Многие рефлексы, в том числе коленные, оказываются заметно повышенными, равно как и подвижность кожных сосудов при раздражении кожи, признаки дерматографизма. Конечно, при конституции идиообсессива не должны наблюдаться непременно все, только что перечисленные физические симптомы. Для данной нервно-психической организации лишь характерно известны сочетания их, совокупность их. В числе физических признаков может быть указан еще и натикозные движения при конституции идиообсессива. Многие тики, будучи вполне в начале психического происхождения, становятся движениями автоматического характера, если они повторяются часто. Вообще, надо заметить, что психикатикозных совпадает с психикой лиц, страдающих навязчивыми процессами. Мы считаем излишним, однако, останавливаться на рассмотрении различных тикосных движений, так как они относятся к области невропатологии. Прежде чем приступить к распознаванию того, что мы называем психопатия идиообсессива, и того, что известно под именем психозис идиообсессива, мы хотели бы остановиться, хотя бы вкратце, на некоторых особенностях, которые нужно иметь в виду при составлении анамнеза больных, у которых существуют навязчивые мысли. К врачу за советом обращаются, конечно, лишь в тех случаях, где навязчивые состояния выражены резко, где они мешают больному заниматься делом, где они тревожат больного, пугают, волнуют. Там же, где имеется на лицо лишь тревожно-мнительный характер в сочетании с навязчивыми состояниями, не очень интенсивными, там дело не доходит до врачебного вмешательства. Правильно, я в предыдущем чтении говорил, что, по сути, конституция идиообсессива – это тревожно-мнительный характер по Суханову. Так что при тревожно-мнительном характере подавляющее большинство больных справляются с тревогой, с имеющимися у них довольно часто навязчивыми, но кратковременными идеями, мыслями, действиями. И поэтому, по сути дела, огромное количество, громадное большинство тревожно-мнительных личностей так и не проживая свою жизнь до самой смерти, не обращаясь к врачу. Значит, вот и доктор Суханов как раз об этом и, скажем так, пишет, а я это подтверждаю и собственной врачебной практике. Так, дальше. Больной, который представляет картину психопатия и идиообсессива, является к вам обыкновенно один, без сопровождающих его лист, если он, конечно, взрослый человек, и если он не боится ходить один. Здесь вам приходится расспрашивать обо всем самого больного. При составлении анамнеза, субъективного, в данном случае, нужно внимательно выслушивать больного, вникнуть в его слова, причем нужно помнить, что навязчивые мысли и фобии множественны, что обнаруживается рано, иногда с детства, что в основе их лежит тревожно-мнительный характер. В тех случаях, где вы уже имеете психозис и идиообсессива, больной является к вам нередко в сопровождении кого-нибудь из своих окружающих, так что вы можете получить и объективный анамнез, который нужно непременно дополнить расспросом самого больного, так как он почти всегда лучше познакомит вас со своей болезнью, с тем, когда она началась и в чем она выражалась. И лишь при существовании симптома комплекса навязчивых задержек большую услугу окажет вам объективный анамнез, особенно полученный от разумных людей, понимающих состояние своего больного. Дети, страдающие резко выраженными, навязчивыми состояниями, часто бывают также неразговорчивыми с врачом. Так что и здесь объективный анамнез имеет большое значение. Под объективным анамнезом всегда имеется в виду это описание, картины психической, динамики заболевания данной человеком, с которым живет больной. Это чаще всего родители, супруги и так далее, и так далее и тому подобное. При расспросе больных или их родных не безинтересно обращать внимание и на особенности наследственных факторов. С моей точки зрения, доктора Горбатова, значит, наследственный фактор играет колоссальнейшую роль и не только в случаях с навязчивыми расстройствами, вообще в возникновении душевных расстройств. Я лично придаю ему колоссальнейшее значение и уделяю довольно большое количество времени изучению как прямой наследственности, то есть речь идет о душевном конституции или особенностях характера и поведения родителей, о косвенных родственниках или о косвенной наследственности, расспрашивая при этом дедушек, бабушек, дядь, теть и о так называемой коллитеральной наследственности. Речь идет при этом о двоюродных и родных братьях и сестры больного. Вот, значит, доктор Суханов пишет, при расспросе больных или их родных не безинтересно обращать внимание и на особенности наследственных факторов. Наблюдение показывает, что в семьях, где встречается расположение к навязчивым психическим процессам, отмечается нередко также и туберкулез. Ну, что я вам хочу сказать. Вот видите, в старой литературе, у старых авторов придается колоссальнейшее значение связи или ассоциации туберкулеза с теми или иными душевными расстройствами. В настоящее время туберкулез, хотя полностью и не уничтожен, не побежден, но в настоящее время, значит, туберкулезу в анамнезе придается, скажем так, практически нулевое значение. Например, в одном случае психопатия и идеообсессива больной сообщил мне, что у трех самых близких его родственников была чахотка. Существует ли какая-то связь между туберкулезным процессом и конституцией и идеообсессива? Это он утверждает, это не вопрос. А существует какая-то связь между туберкулезным процессом и конституцией и идеообсессива, то есть между туберкулезом и навязчивым, тревожно-мнительным характером. Далее, говоря о наследственности, в данном случае следует заметить, что если вы имеете дело с больным, то нередко вам удастся узнать, что и мать его также имела тревожно-мнительный характер или даже страдала определенными навязчивыми мыслями. Однородная наследственность со стороны матери чаще сказывается на мужском поколении, чем на женском. Новое что-то, что-то новое. Ну, интересно. Вот видите, если мать, скажем так, супруга, мать детей страдает или имеет склонность к тревожной мнительности или к навязчивому, так сказать, расстройству, то чаще всего ген тревоги, навязчивости чаще передается, значит, на сыновей, а не на дочерей. Наоборот, конституция и идеообсессива, существующая у отца, чаще передается дочерям, чем сыновьям. То есть, я здесь немножечко напутал. Вот. Значит, мать, мать, которая страдала тревожно-мнительным характером или даже страдала определенными навязчивыми мыслями, передает чаще всего гены этих заболеваний сыновьям. Наоборот, тревожно-мнительный характер, существующий у отца, чаще передается дочерям, чем сыновьям. Интересно, надо будет проверить. Видите, идет обратное. Мать сыновья, отец дочери. Несомненно, что вы встретите исключение в том и другом случае. Совершенно верно. Я не обращал на этого прицельного внимания, но теперь буду. Конечно, ни одна гомогенная наследственность играет здесь роль, но также и разнородная. Разнородная это вот бабушки, дедушки, дяди, тети, братья, сестры и так далее. Хотя братья, сестры не могут передать больному, но это имеет значение. Говоря о дифференциальной диагностике, при психопатии идиообсессива и при психозис идиообсессива, прежде всего, необходимо остановиться на случаях, комбинированных, на таких случаях, где, например, конституция идиообсессива, то есть тревожно-мнительный характер сочетается с острым меланхолическим состоянием, то есть комбинация тревожно-мнительного характера с депрессией. Кстати, действительно, действительно, очень часто, очень часто могу подтвердить. То есть почти что, почти что всегда, почти что всегда тревожно-мнительный характер идет рука об руку С тревожными депрессивными расстройствами, то есть с теми депрессиями, в которых все-таки преобладает тревога. При тревожно-мнительном характере наблюдается заметное расположение к меланхолическому или депрессивному настроению. Иногда же при конституции идиообсессива, тревожной мнительности, даже при отсутствии резких навязчивых мыслей развивается острая меланхолия и депрессия с обильным количеством разнообразных ярких навязчивых процессов, и получается картина меланхолии с навязчивыми мыслями. Если окружающие будут вас уверять, что до обнаружения меланхолии у больного не было ничего особенного, вам придется узнать об этом от него самого. И расспрашивая его о том, какой был у него характер прежде, до заболевания, вы убедитесь обыкновенно в том, что эта меланхолия обнаружилась на почве тревожно-мнительного характера. По влияниям острого психоза, навязчивые мысли, фобии, находящиеся в скрытом, латентном состоянии, всплывают в сознании и сосуществуют вместе с меланхолией. Там, где на почве конституция и где обсессива или тревожной мнительности, развивается более глубокое меланхолическое состояние, где последнему присоединяются иллюзии и галлюцинации. Бредовые идеи, признаки некоторого затуманивания сознания, там вы встретите обильные и навязчивые представления, навязчивые сочетания по контрасту, навязчивые образы в галлюцинаторной или иллюзорной форме. Когда больной поправится, то все навязчивые процессы затихают, а остается лишь один тревожно-мнительный характер. Что я вам хочу сказать, действительно, в рамках депрессивных расстройств довольно часто, довольно часто встречаются и в той или иной степени выраженности и навязчивости. Причем они и не носят, конечно, такого острого, такого доминирующего характера, как причисто навязчивых расстройств. Но они очень часто бывают. Такую картину приходится иногда встречать и в меланхолической фазе циркулярного психоза, то есть в меланхолической фазе биполярного аффективного расстройства, поскольку циркулярный психоз – это синоним биполярного аффективного расстройства. В тех случаях, которые находятся в связи с конституцией идиообсессива, то есть с тревожно-мнительным характером. Итак, остановимся прежде всего на дифференциальной диагностике между психопатия и психозис идиообсессива, то есть между анонкостией или легкой формой, легкой до средней формы навязчивого расстройства и тяжелой формой навязчивого расстройства. С одной стороны, и меланхолией или вязанием меланхолика с навязчивыми мыслями с другой. В первом случае мы имеем дело с простым психическим расстройством, то есть в случае навязчивости, легкой форме, тяжелой форме. В первом случае мы имеем дело с простым психическим расстройством, с однородными симптомами, причем все ограничиваются лишь чистыми, навязчивыми психическими процессами, эссенциальными. В них вся сущность страдания, здесь нет прибавочных состояний иного характера. Во втором случае, то есть в случае меланхолии или вязания меланхолика, то есть, скажем так, депрессия в рамках биополярного расстройства, будет комбинированный психоз, сочетающийся из острого меланхолического состояния и тревожно-мнительного характера. Там главным симптомом является меланхолия или меланхолическое вязание, то есть, депрессивная фаза БАРа. При психопатии психозиса и диапсессива настроение не такое подавленное, не такое угнетенное, как там, где оно является первичным. Здесь эффект вторичного происхождения и колеблется в зависимости от содержания и интенсивности навязчивых мыслей. Там наоборот. Тоскливое настроение, стойкое, монотонное, не колеблющееся, ибо оно не зависит от самых навязчивых мыслей, которые могут, со своей стороны, конечно, оказывать на настроение то или иное влияние, но несущественное. Там начало болезни резкое, ну, при депрессии, монополярной депрессии или биполярной депрессии в рамках БАРа. Она заканчивается определенным образом, и выздоровление, раз оно наступает, совершается обыкновенно быстрее, так как дело сводится к острому душевному заболеванию. Здесь же при психопатии и психозе с идеообсессива, то есть при навязчивом расстройстве, анонкастическом расстройстве, навязчивом расстройстве в любой степени выраженности, психическое расстройство носит характер затяжного страдания, протекающего с обострениями, случайными ухудшениями. Причем нет, обыкновенно для этих последних ни острого начала, ни резкого ограниченного окончания, совершенно верно. При вязании меланхолика, то есть при депрессии в рамках БАР, с навязчивыми мыслями и при глубоком депрессивном состоянии, являющемся одной из форм циркулярного психоза, то есть БАРа, развивающегося на почве конституция идеообсессива, то есть тревожной мнительности, наблюдаются обильные навязчивые сочетания по контрасту, которые стоят в тесной связи со слуховыми иллюзиями и галлюцинациями. При психопатии и психозе средиообсессива навязчивых сочетаний по контрасту бывает нередко значительно меньше, чем там, не говоря уже о галлюцинаторной и иллюзорной форме навязчивых представлений. Выше мы говорили о том, что иногда навязчивые представления достигают такого напряжения, что принимают как бы некоторую чувственную окраску и приближаются к галлюцинаторным образом. К этому нужно добавить, что если галлюцинации входят в симптоматологию навязчивых процессов, то следует заметить, что они бывают при психопатии и психозе с идеообсессива, в общем, отрывочны, обыкновенно неярки и резко отличаются от истинных галлюцинаций, какие, например, приходится наблюдать у алкоголиков или у истеричных. Наоборот, при комбинации глубокого меланхолического состояния с конституцией идиообсессива обнаруживается иногда при сохранении ясного сознания обильные, галлюцинаторные, навязчивые представления. Например, у больного появляются хульные мысли, при этом ему кажется, что он слышит, как его язык произносит, против его воли и желания бранные и циничные слова. Ему может казаться, что подаваемая ему пища имеет внешние признаки частей человеческого тела, половых органов и так далее. Он может понимать, что все это воображается ему по болезни, что это иллюзия слуха и зрения, но он чувствует себя так, как будто все это он испытывает на самом деле. В этих случаях больной подвергается наплыву навязчивых представлений в галлюцинаторной форме. Нельзя сказать, что у него простые обманы органов чувств. Нет, они отличаются навязчивостью, служат выражением сочетаний по контрасту, и отношение больного к ним достаточно критическое. Они находятся в тесной зависимости от меланхолического или депрессивного состояния. Когда это последнее становится слабее, то есть депрессия, когда оно начинает исчезать, и упомянутые галлюцинаторные навязчивые представления стихают. Следовательно, между ними и меланхолическим аффектом существует связь. Пользуясь только этими комбинированными случаями, мы не имеем достаточных оснований, думается нам, всецело относить отмеченные только что навязчивые представления в галлюцинаторной форме к чистым навязчивым процессам. Наблюдение показывает, что в случаях психопатии и психозис и идиообсессива, то есть в случаях навязчивых расстройств различной степени тяжести, где нет прибавочного первичного меланхолического состояния, галлюцинации не достигают никогда такого резкого проявления. То есть доктор Суханов хочет сказать, что при чистых навязчивых расстройствах галлюцинации встречаются очень и очень редко, и они невыражены или слабо выражены. Поэтому, если вы имеете дело с яркими и обильными галлюцинаторными навязчивыми представлениями, да еще служащими выражением контрастных сочетаний, вы должны задать себе вопрос о том, нет ли перед вами комбинированного случая, где меланхолия, монополарная депрессия и вязание меланхолика, депрессия в рамках БАР развилась на почве конституции идиообсессива, то есть на почве конституции тревожной мнительности. Также нужно иметь в виду возможность такого симптомокомплекса и в меланхолической фазе циркулярного психоза, обнаруживающегося на почве той же прирожденной нервно-психической организации. Скажем так, коморбидно. Сейчас доктор Сухана говорит о коморбидности двух заболеваний. Кроме случаев, где навязчивые состояния являются главным признаком болезни, самым существенным, где можно говорить об эссенциальных навязчивых процессах, встречаются разнообразные случаи, где навязчивые мысли и представления носят симптоматический характер. Симптоматические и навязчивые мысли свойственны истерическим субъектам. Они наблюдаются также и у больных, страдающих первичным юношеским слабоумием, то есть шизофренией, прогрессивным параличом помешанных, то есть заболеванием психического спектра на фоне или на почве люиса, сифилиса, опилептиком, в связи с инсанитас моралис, то есть нравственным помешательством и резонирующих формах. В некоторых случаях приходится ставить дифференциальную диагностику между психопатия и психозисой диапсессива и истерической конституцией с симптоматическими навязчивыми мыслями. В первом случае навязчивые состояния составляют сущность болезней. Во втором они играют второстепенную роль, их может там не быть, и это не меняет дело. Навязчивые мысли у истеричных сравнительно неглубокие, не многочисленные, не сложны. И, кстати, я хочу сказать, что и при депрессии, при, скажем так, вот то, что доктор Суханов называет меланхолией, при депрессии, то ли монополярной, униополярной депрессии или в рамках, скажем так, БАР, навязчивые мысли вот такие же. Они не глубокие, не многочисленные, не сложны, как при, скажем так, психопатии или психозис, идиообсессива, то есть при навязчивых расстройствах. У истеричных нет большого разнообразия в них, нет навязчивых сочетаний по контрасту. Правда, у них наблюдается излишняя забота о себе, о любимом человеке, основанная на повышенной впечатлительности. При истерическом характере субъекта относится к тому, что его заботит и волнует, все-таки много легче, поверхностнее, чем индивидуум с тревожно-мнительным характером, успокаивающийся вовсе не так быстро, как истерический субъект. Этот последний весьма скоро отвлекается от своих личных забот, а будучи расстроен, может легко успокоиться и перейти в другое настроение. В то время как при тревожно-мнительном характере индивидуум скромен, не любит открывать перед всяким встречным свою тревогу, при истерической организации наоборот. Индивидуум выставляется нередко своей заботой на показ, демонстративно вздыхая, если окружающие не обращают на него внимания. При истерии все, что производит большое впечатление, легко вплывает в сознание, конечно, и может носить навязчивый характер, но этих интенсивных впечатлений немного, причем на них сосредотачивается внимание главным образом, представление им соответствующее, отличается яркостью, живостью, стойкостью, что и служит причиной сужения психического поля зрения. Вследствие такого одностороннего напряжения внимания, легко возникают галлюцинаторные образы, и тогда вы будете иметь дело с тем, что называется навязчивой галлюцинацией. При психопатии и психозе с идеообсессива навязчивые мысли и представления являются подвижными, часто сменяются одни-другие. У одного и того же индивидуума отмечается целая серия самых разнообразных навязчивых состояний, существующих всю жизнь, то обостряющихся, то ослабевающих. Тут вы встретите и боязнь прикосновения, и хульные мысли, и разного рода фобии и прочее. Навязчивые страхи здесь иногда выражаются в том, что больной боится того, чего никто из здоровых людей не боится. Он иногда может, например, бояться того, что если не сделает такого-то движения, то от этого будет вред ему, родным, окружающим. Исторический субъект лишь преувеличивает свой страх и свои опасения, не выходящий, однако, из рамок возможного и реального. В некоторых случаях резко выраженных, навязчивых состояний, обильных и разнообразных, у женщин встречаются признаки, имеющие сходство с истерическими, например, сжимания в горле, легко и часто появляющиеся. Если при исследовании внимательным и неторопливым у такой больной вы констатировали, что она имеет тревожно-мнительный характер, если у нее существуют навязчивые сочетания по контрасту, хульные мысли, навязчивые страхи, если все эти симптомы появились с раннего возраста и существуют в той или другой форме, в той или другой степени в течение всей жизни, то вы имеете основание, думается нам, говорить в данном случае о психопатии и идиообсессива и, следовательно, о конституции и идиообсессива, то есть о тревожно-мнительном характере или конституции, которая сопровождается истероидными симптомами. Следуя здесь избегать обозначать эти последние слова истерически, надо заметить, что многие душевные болезни у женщин дают истероидный симптомокомплекс. Он может наблюдаться и при первичном юношеском слабоумии, то есть шизофрении, и пропрогрессивном параличе помешанных, сифилитическом психозе. Ничего нет удивительного в том, что он сопровождается иногда и, или сопровождает иногда и конституцией и идиообсессива, то есть тревожно-мнительный характер или конституцией тревожно-мнительного спектра. Истероидный синдром относится к истерии так же, как симптоматические навязчивые мысли, к эссенциальным. Симптоматические – это так появляется, эссенциальные – это первичное, это врожденное, это, скажем, глубокое, основополагающее навязчивость, как меланхолическое состояние к меланхолии, как маниакальное состояние к мании. Иногда резко выраженный синдром навязчивых идей обнаруживается при первичном юношеском слабоумии, то есть при шизофрении в нашем понимании. И тогда приходится говорить о дифференциальной диагностике между психопатией и психозис-идиообсессива и первичным юношеским слабоумием синдромом навязчивых идей. Вот тут, вот тут, наконец-то, доктор Суханов, видите, в 1905 году, а сейчас мы живем в 1920 году. А та же проблема. Является ли навязчивая симптоматика, скажем так, симптомами чистого навязчивого расстройства, невротического круга, или же она является одним из проявлений шизофрении, синдромом навязчивых идей. Наблюдение показывает, что иногда приходится встречать больных в молодом, точнее, в юношеском возрасте, у которых наблюдаются весьма разнообразные навязчивые мысли и представления, очень сложные, многочисленные, рано обнаруживающиеся. В дальнейшем же течении, оказывается, все к ним присоединяются еще и признаки другого характера, бредовые идеи, упадок умственных способностей. Нередко в таких случаях правильное распознавание может быть сделано нескоро, при тщательном и неоднократном наблюдении больного, при хороших анамнестических данных, больное, которым идет сейчас речь, по рассказам о родных и окружающих, представляется прошлым человеком нервным, впечатлительным, с разными странностями. Вам иногда сообщат, что он мог недурно учиться в детстве, что он хорошо окончил среднее учебное заведение, начал заниматься высшим учебным заведением, его действия, и началось их учение. Причем оказалось, что больному трудно стало дальше продолжать свое образование, что это ухудшение наступало незаметно, из-под боль, медленно, но с каждым годом оно несомненно прогрессировало, то есть описывается клиника шизофрении. У такого больного среди причудливой и разнообразной картины, которая дает синдром навязчивых мыслей, впоследствии начинает проглядывать резкие эгоистические черты, указывающие на понижение нравственной личности, и на моральную тупость. Круг прежних интересов постепенно суживается, появляются мысли и представления, хотя и имеющие сходство с эссенциальными навязчивыми процессами, но не свойственны чистым формам психопатии, психозис и диапсессива или навязчивым душевным расстройством. Будучи погружен в навязчивые мысли, будучи одолеваемыми, больной начинает временами бессказывать явно абсурдные опасения, абсурдные мысли, при том вы замечаете, что у него нет достаточно критического отношения к болезненным явлениям, им испытываемым. В разговоре обыкновенно длинном и пространном вы убедитесь, что у него существуют уже те или другие идеи преследования, так как больной сохраняет ясное сознание и может в известных условиях держать себя правильно, так как он считает себя в то же время нездоровым и охотно обращается к врачам, то на многих он производит такое впечатление, что он просто не врастенит или еще у него только навязчивые мысли. На самом же деле он оказывается больным, у которого развивается коварным образом первичное юношеское слабоумие, то есть шизофрения. Конечно, не во всех случаях наблюдается тождественная картина. Индивидуальность больного, его общественное положение, степень образования оказывает большое влияние на внешние проявления болезни. Чем больше сведений приобрел больной, чем больше он учился, тем пышнее в таких случаях будет клиническая картина болезни. Иногда, особенно там, где умственный распад начинается раньше, при синдроме навязчивых состояний вы будете иметь в общем бледные, вялые, неразнообразные навязчивые мысли и представления. Друзной знак носит на себе такие признаки, как легкая утомляемость, боязнь взяться за какую-нибудь работу, желание уединяться, лежать в постели с закрытой головой, предохранение себя от обычных впечатлений текущей жизни, отсутствие умственных интересов. Надо добавить все, что это будет, все это будет, тем более странно, если вы обратите внимание на то, что перед вами молодой человек к возрасту 20-25 лет, иногда образованный, и вполне естественно, что у такого индивидуума надо было ожидать проявления в той или другой степени умственных интересов, любознательности, стремления к какому-нибудь занятию, вот почему выше указанные симптомы имеют такое особенно неблагоприятное прогностическое значение, так как они свидетельствуют о распаде психической личности, то есть о шизофреническом начале шизофренического слабоумия. Правильное и обоснованное распознавание в этих случаях может сделано быть лишь тогда, когда появились признаки начинающейся остановки дальнейшего развития умственных способностей и упадкой их, то есть деменция. Пока этих признаков нет, мы не имеем прочных данных говорить, что больному грузит первичное юношеское слабоумие. Большую услугу вам окажет при этом анамнез больного, особенно объективный, то есть данный родственниками, беспристрастный, полученный от наблюдательных окружающих, при чистых эссенциальных навязчивых состояниях, личность больного остается сохраненной, я уже говорил об этом, со всеми ее прежними моральными качествами. Слабоумие при психопатии или психозе с идеопсессива, то есть при навязчивых расстройствах, не развивается. Конечно, навязчивые мысли могут препятствовать временами данному индивидууму приобретать дальнейшие сведения, но они не могут заглушить надолго интерес к окружающему миру. Совершенно верно. Далее выше мы указывали на то, что у некоторых больных наблюдается симптомокомплекс навязчивых задержек, и высказали тогда мимоходом ту мысль, что, может быть, некоторые из этих случаев дают дурное предсказание. Так как упомянутый только что синдром встречается у молодых лиц в возрасте 16-20 лет, то не больно должен возникать вопрос, не имеем ли мы дела с первичным юношеским слабоумием, то есть юношеской шизофренией? В настоящее время, думается нам, нельзя высказываться в этом отношении конкретно и определенно, кроме синдрома навязчивых мыслей, при первичном юношеском слабоумии, то есть при юношеской формах шизофрении, при слабоумии, при юношеской шизофрении приходится иногда наблюдать отдельные навязчивые потребности. Например, больной, сохраняющий формально ясное сознание, но не с правильным и бредовым представлением об окружающей его обстановке, приобретает в течение болезни некоторые привычки, некоторые потребности и исполнение их являются необходимым для того, чтобы он мог чувствовать себя хорошо и спокойно. Пользуясь относительной свободой, он устраивает отдельные мелочи в своей жизни так, что ничтожная перемена в обстановке может его расстроить и взволновать. Он может обнаруживать навязчивое стремление, высказывать вам то, что он сделал с тех пор, пока вас не видел, что читал и так далее, слово, доложит вам обо всем. Он спокоен тогда, когда сообщил вам все нужное, по его мнению, для его благополучия. То есть описывается наличие навязчивых мыслей, идей, представлений в рамках юношеской шизофрении. Отдельные отрывочные навязчивые состояния, подобные тем, какие отмечаются в некоторых случаях первичного юношеского слабоумия, шизофрении юношеской, наблюдается и при хроническом бреде преследования. Здесь также иногда в течение этой длительной болезни возникают и создаются влечения и потребности, имеющие навязчивый характер и тесно переплетающиеся с бредовыми идеями. Ну, что я вам хочу сразу же сказать еще раз, пока не забуду, что все-таки дифференциальный диагноз между чистыми навязчивыми расстройствами и навязчивыми симптомами в рамках шизофрении, основное их отличие является следующее, что при навязчивых расстройствах никогда не наступает слабоумие или деменция, в то время как при шизофрении с симптомами навязчивых идей, представлений, действий и деменция или слабоумие наступает почти что всегда. Иной раз приходится встречать навязчивые стремления и при прогрессивном параличе помешанных. Это имеет мало значения, поскольку сифилис сейчас редок, а если даже и встречается, то хорошо лечится и дело не доходит до слабоумия в виде прогрессивного паралича помешанных. Например, в форме навязчивой потребности производить упор на какие-либо движения. Так, в одном случае прогрессивного паралича у больного мы наблюдали навязчивую потребность обтирать стены того помещения, где он находился. У другого было навязчивое стремление ловить мух и уничтожать их, что он производил с поразительным упорством. Здесь, конечно, нечего останавливаться на дифференциальной диагностике. Нам хотелось бы лишь указать на то, что изолированные навязчивые состояния могут встречаться при различных душевных болезнях. Они могут быть и у эпилептиков. Совершенно верно. Навязчивое расстройство является частным сопроводителем, скажем так, при разных заболеваниях. И при депрессиях, и при депрессиях в рамках, скажем так, БАР, и при шизофрении, и при, скажем так, синдроме Жиль де ля Туретта, и при травматических, посттравматических стрессовых расстройствах, и при тревожных расстройствах, и так далее, и так далее. Наконец, будет не лишним остановиться еще на отношении эссенциальных навязчивых психических процессов к так называемым импульсивным поступкам. Эти последние не свойственны чистым формам психопатии, психозис и диапсессива. То есть импульсивность, она не типична для навязчивых расстройств. Если бывают здесь импульсивные действия, то лишь в случаях комбинированных, например, при сочетании с меланхолическим состоянием. У многих больных, представляющих картину одних только навязчивых процессов, без прибавочного побуждения взять чужую вещь, убить близкого человека и так далее. Причем больной, сознавая ненормальность таких побуждений, волнуется, тревожится, боится, как бы ему действительно чего-либо не сделать дурного. Наблюдение показывает, что эти страхи больных напрасны. Если вы имеете дело с эссенциальными навязчивыми процессами, то можете смело успокоить больного, сказав ему, что он не сделает ни того, ни другого, чего так боится. Собственно говоря, мы так и говорим. Но до больных с навязчивыми страхами, значит, это, конечно, действует очень и очень в слабой степени, если вообще действует. В таких случаях нельзя говорить и о том, что такой больной страдает, например, клептоманией. Это последнее здесь нет. Здесь на первом плане стоит страх взять чужую вещь, то есть клептофобия, навязчивый страх. Сохраняя ясное сознание, обладая в большинстве случаев хорошо развитую нравственную личность, больные этого рода не совершают преступных деяний, к которым побуждает их навязчивые мысли. Совершенно верно. Навязчивые мысли, навязчивые, скажем так, не импульсы, а компульсии, они никогда не реализуются. Наоборот, непреодолимые влечения, импульсивные действия, скажем так, игромания, кража, клептомания, трехотиломания выдирать, выдергивать волосы, пиромания, навязчивое стремление поджигать. Там, если такой импульс возникнет, больной не успокоится до тех пор, пока он не совершит, не украдет, не будет продолжать играть до полного проигрыша всех своих денег, не подожжет, не вырвет волосы и так далее, и так далее. Наоборот, неопредолимые влечения, импульсивные действия преступного характера проявляют не индивидуумы, у которых вы констатируете чистую форму психопатии или психозисы и диапсессива, а больные другого рода. Обыкновенно с той или другой степенью ослабления нравственного чувства. Скажем так, больные навязчивым расстройством не совершают всех этих, скажем так, импульсивных действий. Они боятся их совершения. Это разные вещи. А вот люди, страдающие нарушением или потерей контроля над импульсами, клептоманы, пироманы, трихотиломаны, игроманы, они не успокаиваются до тех пор, пока они не выполнят, не реализуют возникший у них импульс. Вот что, в двух словах, чтобы вы поняли. Иногда у этих последних вместе с непреодолимыми влечениями и импульсивными поступками отмечаются разные навязчивые представления, как симптоматическое проявление, так что в таких случаях нельзя говорить об эссенциальных навязчивых психических процессах, о конституции идиопсесива, там нужно искать иную психическую организацию или иную почву. Там вы можете встретить истерического субъекта, резонирующего индивидуума, эпилептика и так далее. И у всех этих лиц вам удастся, вероятно, констатировать и яны в навсенной сфере, на более выраженные при инсанитас моралис, при нравственном идиотизме. При психопатии, психозе с идиопсесива больной подчиняется влиянию некоторых из своих навязчивых влечений, навязчивых стремленно, стремлеменно, стремлеменно. Именно тех, которые не приносят вреда окружающих. Например, он может провести какое-либо навязчивое движение или ряд движений, произнести какую-нибудь фразу или слово. Переходим теперь к рассмотрению того, как и чем лечить больных, у которых вы распознали психопатия и психозе с идиопсесива или навязчивое расстройство, но еще обращает особое внимание при разговоре с ними. Прежде всего нам хотелось бы указать на то, что эти больные в большинстве случаев не лишены наблюдательности. Если вы отнеслись к исследованию такого больного поспешно, не выслушивали его внимательно, то он будет думать, что вы не поняли его психического состояния. Так как он привык к самонаблюдению, к анализу переживаемых им навязчивых процессов, то следует при расспросе предлагать ему вопросы с некоторой осторожностью, не предлагать таких вопросов, которые могли бы его сразу шокировать и огорчить. Если вы хорошо знакомы с симптоматологией эссенциальных навязчивых мыслей, первичных навязчивых мыслей и страхов, то, разговаривая с больным, вы можете деликатно и осторожно спрашивать больного, если он сам вам об этом не успел сказать, о том, каково у него был прежний характер каков, не замечал ли он за собой излишней нерешительности, мнительности, брезгливости, стремление проверять себя в одном и в том же много раз, считать окружающие предметы. Особенно осторожно следует касаться у некоторых больных в сочетании по контрасту так называемых хульных мыслей. То есть, с одной стороны, человек хочет молиться, он верит в Бога, а с другой стороны, он начинает произносить ругательства в адрес святых, в адрес Бога и так далее. Это и называется контрастные навязчивости, так как они и для них могут быть весьма мучительными эти вопросы, крайне неприятными. Иногда больной может и стесняться говорить об этих контрастных хульных мыслях с вами, и вы должны стремиться к тому, чтобы не огорчить его, не сконфузить. Чем деликатнее будете расспрашивать больного, чем вдумчивее вы будете предлагать ему вопросы, тем больше доверия вы приобретете со стороны больного. Надо, чтобы он убедился в том, что врач понимает его положение. Раз это достигнуто, то этим одним уже вы принесете большую пользу ему, больному. Больной нуждается в нравственной поддержке, в успокоении его навязчивых тревог, и разумное слово врача оказывает ему большую услугу. Почувствовав к вам расположение, больной с каждым разом станет беседовать с вами откровение и постепенно будет открывать перед вами свою душу. Встречаясь с больным много раз, наблюдая его в течение долгого времени, вы будете знакомиться с его психическим состоянием все подробнее. Больной не сразу может сообщить вам обо всем. Когда он освоился с вами больше, он расскажет вам о том, о чем прежде, почему-то умалчивал. Кстати, добавим здесь, что больные, о которых идет сейчас речь, отличаются в общем скрытности. Многие навязчивые мысли и представления связаны у них тесно с интимной жизнью, с сокровенными уголками их психики и обязанность врача касаться многих щепетильных для больного вопросов особенно деликатно, без малейшего оттенка, насмешки, без излишней развязанности. Благотворное влияние оказывает в этих случаях психотерапия в широком смысле этого слова, так как больной сам боится того, чтобы не показаться ему смешным в глазах других, ибо он понимает ненормальность, странность, болезненность переживаемых им навязчивых состояний, то вы должны держать себя так, чтобы у больного не осталось впечатления, чтобы вы над ним смеялись, нужно, чтобы он видел, чтобы отнеслись к нему сочувствием. Иногда больной может рассказать вам о многом таком, что в глазах окружающих представляется смешным. Между прочим, он расскажет вам иной раз самосе суеверий, разных примет, которым он придает особое значение, и которые могут пронизать или пронизывать в большом количестве всю его психическую деятельность. Многие больные, страдающие психопатия или психозис и идиопсессива, лечатся амбулаторно. Некоторые из них стремятся поступить в больницу. Можно рекомендовать нередко для этого общую больницу, санторий для нервно больных, если, конечно, проявление болезни не выражается в шумливости, в большой беспокойстве в большом, так как тогда лучше уже посоветовать больному поступить в специальное заведение, то есть в психиатрическую больницу. Некоторые из больных, если они сами этого желают, могут лечиться в психиатрических больницах, даже и тогда, когда нет бурных симптомов. Помещение в психиатрическое заведение насильственное, против желания больного, ни в каком случае не желательно. Правда, в нем обыкновенно не бывает надобности. Такое интернирование дурно влияет на настроение больного, оскорбляет его. Иногда отказ его лечиться в психиатрическом заведении зависит именно от патологического страха увидеть психически больного, даже прийти в какое-нибудь соприкосновение с его вещами. Конечно, если вы имеете дело с лучшим комбинированным, например, с сочетанием навязчивых состояний с меланхолией, если больной может в домашней обстановке покончить с собой, тогда иное дело. Тогда следует быть более настойчивым и энергичным при помещении его в психиатрическое заведение или при устройстве дома обстановки, похожей на больничную. Что касается лечения физическими методами и лекарственными веществами, то надо заметить, что если у больного бывает часто неприятное настроение, если у него заметный меланхолический элемент, то можно назначить сначала теплые ванны в 28 градусов по реамюру продолжительностью в 15-20 минут с прихладным компрессом на голове в той комнате, где делается больному ванну, не должно быть жарко и душно. Ванну желательно брать раза два в неделю, даже три, если она не тяготит больного, если он чувствует себя после нее спокойнее и лучше. Если вы увидите, что настроение стало лучше и ванны стали его тяготить, то следует перейти на лечение водой более низких температур в форме ежедневных обтираний или обливаний. Для этого лучше брать сначала воду в 25-26 градусов по реамюру, зачем через каждые 3-4 дня следует постепенно уменьшать температуру воды на 1 градус и так спуститься до 20, 19 и даже 18 градусов, смотря по тому, какая температура для больного приятнее и лучше влияет на его самочувствие. Такое водолечение можно проделывать дома или в специальном заведении в течение долгого времени. Если больной любил прежде летом купаться, и теперь ему следует это делать, и можно купаться и в речной воде, и в море. Водолечение дает, в общем, хорошие результаты, и под влиянием его навязчивое состояние становится иногда слабее, впечатлительность понижается. Нужно, конечно, обращать внимание на состояние всех внутренних органов и решить раньше, чем советовать больному купание, нет ли противопоказаний для этого со стороны сердца, легких и прочих органов. Лечение будет успешнее тогда, когда больной идет купаться охотно, с убеждением, что это может ему помочь, а не тогда, когда он делает это лишь под настойчивым уговорами кого-либо из окружающих. Временное занятие физическим трудом или сельским хозяйством, занятие на открытом воздухе также будет полезно для больного, если оно происходит при известных психических условиях. Во-первых, здесь надо, чтобы больной работал охотно, чтобы он видел смысл в этом, чтобы он относился к своему занятию не как обязанности, а как разумному и полезному труду. Утрированное занятие, а особенно форсированное, не дает хороших результатов, так как весьма большое значение имеет здесь то обстоятельство, как настроен сам больной, как он себя чувствует. Видите, тут придается большое значение водолечению, ваннам, купаниям, холодным, обливаниям и обтираниям, труду. Хотя труд, конечно, я согласен, он может в какой-то мере отвлечь больного, создать конкурирующую в головном мозгу доминанту, который в какой-то мере, скажем так, покроет, уменьшит, нейтрализует действие основной навязчивой доминанты. Но, как мы видим, лечить нечем было. Нечем. Медикаментов не было. Сейчас мы дойдем до этого. Видите, предлагается лишь труд с охотой, с удовольствием. Предлагается обливание, предлагается водолечение. Ну, как вы сами хорошо этого знаете, особенно те, кто страдает навязчивыми расстройствами. Значит, такое лечение, если и дает, очень кратковременное и незначительное облегчение. Хорошо, продолжаем дальше. Если вы полагаете, что физический труд или деревенские занятия для него необходимы, а он с этим не стал согласен, то вам придется приготовить к этому постепенно этого больного из-под воли, умело, не торопясь, не жалея времени на продолжительные беседы с больным. Вообще, надо заметить, что вам придется иной раз потратить на разговоры с ним много времени, прежде, чем вы будете в состоянии оказывать на него незаметное для него нравственное воздействие. При этом нужно помнить, что вы должны остерегаться, чтобы не показать как-нибудь больному, что вы считаете его психически расстроенным. Если он видит и заметит, что вы обращаете недостаточное внимание на то, что он сохранил свой разум, то это может его обидеть и мешать вам оказывать на него моральное влияние, сводящееся к психической ортопедии. Фармацевтические средства, приносящие пользу при психопатии и психозе среди обсессива, скажем так, при навязчивых расстройствах разных форм выраженности, не многочисленные. При навязчивых страхах оказывает иногда заметно хорошее действие препараты опия в небольших дозах. Больному можно назначить, например, экстрактум опии акулозум 0,001 до 0,015 раза 2-3 в день, смотря по силе аффективного состояния. Многим больным даются бромистые соли в обычных дозах, они способствуют иногда уменьшению впечатлительности, но особенной пользы от них ожидать нельзя. Совершенно верно. Далее принято назначать больным, о которых идет речь, лечение мышьяком. В настоящее время весьма распространены впрыскивания мышьяка под кожу. Мы же считаем более удобным давать арсениум внутрь мышьяк в небольших дозах. Приписывается, например, солюция арсеникалис фовлери в размере 5 грамм и к нему прибавляется 45 грамм воды или эликсир висцералис хоффмани, то есть хоффмановский висцеральный эликсир. Такую смесь, которую нужно взбалтывать слегка перед приемом, можно давать больному начиная с 80 капель два раза в день после еды. Через каждые 2-3 дня каждый прием увеличивается на каплю, можно дойти до 15-20-25 капель или более на прием в зависимости от состояния кишечника. Можно назначить мышьяк в пилюлях ацидум арсенику козум P5 10-тысячных до 1-тысячных на прием два раза в день. Лечение небольшими дозами мышьяка переносится больным обыкновенно хорошо. Иногда к мышьяку прибавляется в пилюлях железо, особенно у субъектов бледный. Понятно само собой, что отдельные физические болезни требуют соответствующих мероприятий. У мужчин нередко бывает при психопатии и психозе и геопсесива или навязчивых расстройствах частые полюсы, и здесь уместны различные средства, как то монобромистая камфора, экстрактум флюидум солицис, нигры и прочее. Но наибольший успех иногда оказывает совет больному по возможности устранить из поля сознания эротические представления и стараться держать свои мысли в известной чистоте. Ну что, на этом закончилось описание навязчивых расстройств, сделанное доктором Сухановым. Что я хочу сказать? Как вы видите, клиника, симптоматика, дифференциальная диагностика чистых навязчивых расстройств от коморбидных с другими заболеваниями шизофрении, меланхолии и прочими заболеваниями. Значит, сделано, конечно, великолепно, прекрасно. Что же касается лечения, так как видите, лечения практически не было, и по сути дела, больные, страдающие навязчивыми расстройствами в то время оставались без практически, без всякой помощи. В настоящее время навязчивые расстройства также лечатся. Сложно. Но, по крайней мере, есть препараты, препараты класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, поскольку в настоящее время предполагается и считается, что в патогенезе навязчивых расстройств лежит выраженнейший дефицит синаптического серотонина, поэтому используются антидепрессанты класса SSRI, то есть обратных селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, которые повышают содержание или концентрации серотонина в синаптических пространствах мозговых нейронах и таким образом должны уменьшить выраженность навязчивых расстройств. Здесь, правда, важно знать следующее, что эффект от их использования наступает гораздо позже, чем, например, при лечении тревожных расстройств или депрессивных расстройств. Значит, где-то в среднем через 3-4 месяца проявляется эффект антидепрессантов этого класса. Это первое. Второе, что при навязчивых расстройствах дозы антидепрессантов этого класса должны быть не менее, не ниже максимальных. Скажем так, эстетолопрам не менее 20 мг, пароксетин не менее 60 мг, сертралин не менее 200 мг, цитолопрам не менее 40 мг, это максимальные дозы, флоксетин не менее 80 мг. Очень часто, особенно в тяжелых или терапии резистентных случаев, дозы указанных антидепрессантов повышаются в полтора-два раза выше максимально разрешенным. Естественно, под наблюдением врача. Вот. Кроме того, очень часто, и это не помогает, поэтому очень часто используются комбинации двух сиротонергических антидепрессантов. В случае, если и такая комбинированная терапия, комбинационная терапия, включающая два антидепрессанта, однонаправленно действующих, не помогает, значит, добавляется атипиченный антипсихотик, респиридон, правда, в небольшой дозе. Скажем так, я, если использую, назначаю схему подбора, начиная от 0,25 мг, и максимум, максимум, максимором, это полтора миллиграмма, но на полтора миллиграммах уже могут быть побочные эффекты в виде акатизии, в виде экстрапирамидных осложнений, значит, я предпочитаю не выше 1,25 миллиграмм респиридона, а вообще-то по возможности, по возможности, чем ниже доза, тем лучше, ну, минимум в плане побочных эффектов, вот, и так далее. Ну, вот так, значит, в случае, если навязчивые расстройства сопровождаются ритуально-защитными действиями, то в этом случае, в этом случае можно подключить и психотерапию когнитивного поведенческого, значит, направленности, значит, что там можно, значит, чего можно добиться, ну, скажем так, если человек, например, 20, 30, 100 раз проверяет закрыл ли он дверь или нет, то надо постепенно приучать себя, он должен постепенно приучать, постепенно уменьшать количество этих повторных проверок, вот, и, конечно, это легко говорить, значит, не во всех случаях это осуществимо, но, по крайней мере, вот такая психотерапия существует и должна использоваться. Ну, что я вам хочу сказать, вот я закончил сейчас чтение, это третье, глава из работы Сергея Алексеевича Суханова о навязчивых психических расстройствах интересное, по крайней мере, по крайней мере, все, что касается клиники, диагностики, дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, оно абсолютно, все написанное доктором Сухановым абсолютно актуально и в наше время, абсолютно. а что касается терапии, ну, так, терапия, терапия не только душевных расстройств, в то время, когда была написана и опубликована эта книга и других заболеваний, она была, в принципе, принципа такой же недоразвитой, находилась в таком же зачаточном состоянии, как и лечение психических расстройств, за исключением разве что хирургии, хирургическое вмешательство тогда было и носило такой прогрессивный характер, правда, оно затруднялось его развитие отсутствием действенных, мягких по своему эффекту наркотических, этих вот, наркотических, не наркотических, а наркозных средств. Так что это общий бич был, это была общая беда всей медицины. Ну, сейчас, слава Богу, слава Богу, медикаменты появились, правда, правда, что не изменилось даже и сейчас, вот, в 2020 году, это то, что диагностика, как проводилась во времена доктора Суханова, и раньше, еще и в XIX веке, так она проводится и сейчас, поскольку не существует абсолютно ни приборов, ни лабораторных тестов и исследований, которые могли бы поставить диагноз. Даже та высокоточная, в общем, магнитно-резонансная томография, она в диагноз не ставит, она ставит, имеются ли какие-то органические поражения в головном мозгу или не, а та же электроэнцефалограмма и так далее, и так далее. Даже те же биохимические анализы на определение содержания катехоламина, серотонина, она тоже может использоваться условно, косвенно, поскольку проверяется содержание аминов в крови, в сыворотке крови, а не в, скажем так, в этих синаптических пространствах мозговых нейронов. Так что, как видите, в плане диагностики психиатрия оказалась, ну, скажем так, пачерицей. Пачерицей. Если все остальные отрасли медицины выиграли от научно-технического прогресса, как минимум, как минимум, в плане диагностики и не только диагностики и лечения, то психические заболевания, они в этом отношении абсолютно, абсолютно не выиграли. Единственный их выигрыш это все-таки появление медикаментов. И вот тут, и тут, если использовать значит, правила постановки диагноза по результатам лечения, то можно сказать, что и психиатрия кое в чем выиграла косвенно, косвенно, с помощью медикаментов, медикаций. Ну, вот так вот. На этом я заканчиваю чтение и свои комментарии. Благодарю вас за оказанное доверие, за терпение. Думаю, что чтение этого, скажем, всей этой главы 10, 9, 10 и 11, или даже 8, 9, нет, я уже забыл, 9, в общем, трех глав, трех глав, посвященных навязчивым расстройствам. Она, конечно, интересна, и я думаю, что вы с удовольствием их слушаете, без, без позывов заснуть. Итак, спасибо, я доктор Горбатов, Джордж Горбатов прощаюсь с вами и до следующего ощущения. Кстати, следующее ощущение тоже будет представлять значительный интерес. Значит, в следующей, третьей главе, большой главе из работы доктора Суханова речь будет идти о циркулярном психозе. Циркулярный психоз – это синоним маниакально-депрессивного психоза, это синоним биполярного аффективного расстройства. Поэтому я надеюсь, что и описание клинической картины не лечением, потому что лечения не существовало и этого заболевания в те времена. Но вот клиническая картина, примеры и так далее, они предоставят, значит, будут представлять известный интерес и тоже будут с вами, вами очень с интересом приняты и прослушаны. Итак, до свидания, спокойной ночи.